Бусидо Билли Скотт против Гарри Олбрайта. Вот он, Билли Скотт. Он говорит, что Гарри Олбрайт невероятно силен, он ветеран ринга. Естественно, Скотт говорит, что изучил его бои. Нужно, главное, соблюдать дистанцию и не дать подойти Олбрайту для проведения броска. Скотт говорит, что будет атаковать его ударами и попытается не дать схватить себя. А он хочет победить, и Скотт надеется, что у него есть все шансы для победы. Ну вот он, Билли Скотт. После борьбы на соревнованиях, когда борьба была чисто спортивной, и Билли Скотт и Гарри Олбрайт подались в рестлинг, в разновидность борьбы уже не спортивной, а профессиональной. И вот соперник Билли Скотта Гарри Олбрайт. Очень опасный соперник. Значительно он опытнее Билли Скотта. И посмотрим. Даже визуально. Посмотрите, визуально Олбрайт гораздо мощнее Билли Скотта. Гораздо. Сейчас такое психологическое устрашение соперника. В красном трико, в левом углу ринга, это Гарри Олбрайт. Ну а в правом углу и, соответственно, в костюме цвета морской волны, это Билли Скотт. Америка, не я кучу по-дому. Билли Скотто! Билли Скотто! Вот так его называют японцы. Он из Нейшвила. 25 лет. Этому парню 215 фунтов вес, 5 футов 10 дюймов. Рост. Шесть боев он уже провел в Бущидо и 50 на 50 соотношения побед и поражений. Напомню, что Нейшвилл – это родной город Билли Скотта. И теперь смотрим на Гарри Олбрайта. Он из Монтаны. 30 лет этому азлету человеку со шрамом. 350 фунтов его вес, 6 фунтов 4 дюйма. Рост. Гораздо больше он поединков провел. 17 и 16 поединков заканчивались его победой, друзья мои. А вы понимаете, что в Бущидо такое количество поединков и, самое главное, такое количество побед есть не у каждого атлета. Посмотрим, чем завершится нынешний поединок. Но я бы, конечно, поставил на Гарри Олбрайта. Как минимум, опытнее Олбрайта. Ну и, конечно же, преимущество в весе. Вы посмотрите. Да, вот такие броски могут доходить до своей цели. В очередной раз поднял Олбрайта Билли Скотта. И думаю, что может делать так Олбрайт бесконечно. Поскольку, по крайней мере, на первый взгляд, Гарри Олбрайт бросает Билли Скотта без видимых усилий. Пытается провести Нельсон. Сначала одинарный, затем двойной. Вот руки уже перешли в захват. Ну что, канаты Билли Скотт или Гарри Олбрайт не позволит Скотту дотронуться ногами до канатов? Действительно, очень неприятное сейчас положение. И только канаты. Я вполне допускаю, что сейчас Олбрайт будет выматывать таким образом Билли Скотта, отнимая, в первую очередь, физические силы. Заявление Билли Скотта до начала поединка, что, дескать, он будет использовать технику ударов, пока не подтверждаются на практике. И Олбрайт пока делает из Скотта, ну, просто-напросто посмешище. Я допускаю, что исключительно для публики сейчас Олбрайт помучает Скотта, а затем сделает то, чего так ждет аудитория. Как известно, публика всегда требует хлеба и зрелищ. Вот зрелища сейчас Олбрайт и будет доставлять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, бедный Билли Скотт. Я думаю, сейчас будет открыт счет, вне всякого сомнения. 15-11. Сразу же списано 3 балла с Билли Скотта. Ну, конечно, это поединок неравнозначный. Не может встать, конечно, Билли Скотт. И вот этот бросок явился сигналом к завершению поединка. Скотт до сих пор не может подняться с помоста. Очень быстро завершился этот поединок. Гарри Олбрайт записал в графу победы еще единичку. Так что теперь из 100% боев 99% им выиграны. Великолепный результат. У меня всякого сомнения практически не затратил каких-то физических сил. Гарри Олбрайт, это машина для убийства фактически. А Билли Скотт, мне кажется, очень рано поверил в себя и был еще до начала поединка слишком самоуверенным. Так или иначе, в поединке сегодняшнего вечера между Билли Скоттом и Гарри Олбрайтом сокрушительное поражение Билли Скотта. Небольшое ревью бойцов Бущидо. Сейчас мы видим величайших из великих на ринге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова